всем привет дорогие друзья и другие подруги здрасте бритьево 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 сегодняшний выпуск будет опять необычен в чем заключается его необычность павел нестеров практически год назад уже летом прошлого года написал виктор я тут по турции мотался слушай тут барбаршапах люди горит шаветами бриток своими турецкими сэдов называется ну горит это чё прислать это давай конечно господи ты чё ну вот в павел берет и присылает тем более что инструменты у себя на родине ну недорогой 3 бакса и горит но в какой не зайдешь барбаршап пизде горит только с ним и так горит у них классно все получается вот с тех пор у меня это инструмента и лежала пока вы уже не дернули не сказали ванов давай шареткой у меня их всего две долги сэдов ну сами понимаете тут ответ назначен конечно сэдов почему интересно интересно и не то чтобы долг перед павлом и перед вами на просто инструмент за три доллара ребята у себя на родине согласитесь небольшие деньги то есть с одной стороны это бюджетный вариант другой стороны достаточно универсальный потому что можно вставить не только половинку обычного лезвия но и длинного а с третьей стороны интересно понять ну да ладно хорошо павел то что увидел у себя барбаршапе там все барбаршапы и вот шоппер барбаршаперы как мужика этого зовут шоппер и шаппер и мужики короче бродобрее они бреют это шаритка ладно хорошо так они же бреют а тут мы сами будем бриться вопрос так же это будет удобно или нет ну конечно же тут в некоторой степени будет вопрос мастерства на работе руки рефлекторика моторика дарам 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 да это все ясно но формата инструмента это практически клинковая до режущая будет не такая длинная да возможно это будет накладывать какие-то отпечатки но все равно интересно очень интересно вот именно поэтому сегодня это штучкой поблимемся я ему так уже практически половину рассказал так что вы там остатки идите посмотрите чего там есть на крупный план а я начинаю подготовку догоняйте шоветок у меня всего две на канале первое из них дома которую прислал магазин опасная бритва рф это универсальный агрегат потому что лезвие оставляется путем того что здесь вот видите такой пластиковый вкладыш есть который можно поставить не только такое лезвие но еще и половинку обычного плюс есть еще другие лезвие которых у меня нет которые тоже суда точно также подойдут и можно будет вполне себе хорошо нормально бриться ну для тех кто умеет а вот вторая шове . называется седов это шоветка скажем так самый 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 недорогой сегмент который может быть вот это вот шове . она есть которая появилась на канале благодаря павлу нестерову шоветка седов производства турции простая и непростая одновременно в чем его простота ребята вес 22 грамма деланы элементарно просто конструкция ну просто проще не бывает нет никаких специальных сегментов для вставляния просто вот это вот верхняя часть на самой шоветке она видите какая то есть это две пластины между которыми и нужно собственно ставить половинку лезвие вполне себе вы сможете сюда ставить вот такое длинное да но подойдет но мы с вами будем сегодня использовать половинку обычного лезвия плюс ко всему простая ручка на двух заклепках держится все во всем остальном она повторяет маленькую аккуратненькую хорошенькую клинковую бритву она очень бодро используется в турции со слов павла только этой шоветкой практически во всех барбар шапах и бреют у себя на родине она стоит всего лишь каких-то 3 бакса но это только у себя на родине потому что у нас в россии и уже можно взять где-то в районе 500 рублей как вы сами понимаете это несколько дороже чем 3 бакса но и все не так печально потому что за бугром она стоит или 10 баксов или 10 евро или 10 фунтов стерлингов вот такая вот необычная судьба этой шоветки плюс еще необычность ее заключается именно в крепление лезвия вот с этим она связана потому что на тех видео которые я видел она в принципе заряжается достаточно бодро но прочее прочитав комментарии на одном из наших популярных сайтов у небритого ежика я понял что у ребят очень и очень непросто все это получается есть определенный момент ссыкотный между прочим для того чтобы вставить нужно все это руками делать и люди боятся что руки порежут есть несчетное количество инструкций как вставлять лезвия все это ребята прочел все посмотрел давайте уже зарядим сами знаете какой соблазн был ставить сюда что-то раритетное вот скорее всего так и буду делать потому что ну где ты как еще испытаешь лезвие чтобы понять что она из себя представляет в шоветке наверно это прямая дорога вот благодаря олегу алексеевич у меня есть и такой набор благодаря павлу тут еще куча всяких раритетов и благодаря всем вам ребята сколько же здесь работы это тот пласт который каждый раз когда я на него смотрю заставляет меня жалеть твою дивизию где взять столько времени чтобы это все показать вам ребята ох не знаю да и простые то лезвия тоже вот на которые смотрел кому не хочет чтобы в руках был острый инструмент ну и конечно же у меня первая мысль была это фрезер но другой то стороны а глубер тоже было бы интересно показать али к примеру я уже не говорю о тех шарках которые павел также послал вместе с шоветкой потому что тут уже по сути готовые половинки набери вытаскивай ставь и брейся кто использовал такие шар по ребята отпишите пожалуйста как они с вашей точки зрения половиночки вот эти вот чё-ничё вообще-то ну и плюс конечно же было бы интересно поставить и такое лезвие потому что шоветка выдержит и его смотрите какая-то длина по креплению запросто можно ставить но победила идея ска и почему потому что они ну по остроте многие их не то чтобы сравнивают с фезером но говорят что они ненамного фазер выступают но при всем при том в этих лезвиях они находят некую деликантность некоторую особенность которая позволяет им чуть-чуть но если не на одну полочку то может быть чуть-чуть даже повыше в бритье поставить чем нежели фазер вот хочу это испытать на своей собственной шкуре одно лезвие уже достал они идут простой совершенно простой упаковки нигде ничего не приклеено нигде ничего не написано вот так по идее сейчас можно взять ножницы и разрезать все это этим мы достигнем того что у нас вот эти вот зубцы не будут загнуты загнуты давайте наверно так и сделаем даже по-хитрому сделаем вот так нет вместе с пачкой не буду резать потом лучше у нее буду заворачивать и благодаря той же инструкции которую прочел на странице небритого ежика я еще сделаю вот такую вещь один уголочки вот этот отрежу по инструкции нужно было бы отрезать и второй на второй я не встану потому что он у нас будет утоплен советы по установке лезвий много было всяких начиная от того что можно вставить и с этой стороны и заканчивая тем что берем вставляем с этой стороны потом когда доходит до середины с этой стороны расклиниваем ножом и спокойно вставляем дальше я же хочу попробовать поставить с самого начала как будто вот вот это и должно быть так ну жестко она переклинет ребята я думал что вот этот вот паз который здесь есть это чтобы вот это все прятать нет ну и если у вас нет чего-то металлического подрубка конечно же можно от поверхности что-то слишком бодро выступает да ребят это неправильно должно быть меньше вытаскиваем и попробуем вставить заново вот я бы хотел чтобы вот так вот было как вот здесь а как так делать не будешь же давить на ирка вот здесь вот мне нравится как ставилась а вот здесь вот не нравится нифига опять вытаскиваю так что если попробовать с самого начала ставить ее на максимальную глубину не ловят видите здесь вот этот язычок скорее всего не пускает тогда убираем его к чертям и пробуем еще раз но уже с этой стороны нормально да ребята все-таки я соглашусь той инструкции что нужно резать обе стороны потому что вот так вот здесь дожали все равно маленечко кривенько получилось да блин блин ладно мы не привыкли отступать попробую еще раз это связано с тем что ну понятно что нужна какая-то определенная сноровка связано с тем что вот здесь вот когда я вначале выставляю ровно а потом начинаю проталкивать тот кончик приподнимается опа но сейчас вроде бы уже пободрее получилось ну вот это уже больше похоже на правду но тем не менее смотрите как эта сторона все равно чуть-чуть приподнята так не буду использовать металл а если ноготь вот так вот ногтем вот вот теперь смотрите теперь нормально и все-таки я хочу вот этот уголок убрать чтобы он был я не буду давить я знаете как вот так прокачу все уголок зашел вот этот результат меня уже устраивает больше вот так и повреемся а мы вам сегодня будем пользоваться компании т.д.с. кремовая ментол заменяет и бальзам кто-то скажет он вас ты чё дурел берешь в руки шоветку там а не дай боже порежешься а то это еще ментоловый оно тебе весь страх отобьет чувствовать ничего не будешь и раскроишь себе весь хохотальник ну может быть может быть но что-то вот сегодня знаете как-то понесло возможно в честь праздника что 1 мая сегодня еще что-то розовое с т.д.с. уже было но думаю дай-ка это возьму тот еще миндаль который есть он без коробочки наверное из-за коробки выбрал как бы там ни было ребята сегодня будет кремовая с ментолом мыло полностью натурально мягонькая в меру но не шибко то есть мыло не твердая и не мягкая средняя запах мороз или солнце где-нибудь трескучий что-то вот такое я конечно перебрал маленько ну поправьте хороший хороший запах такой душевный вот сегодня вот с этим мылом попробуем побриться как обещает компания здесь и увлажнение и размягчение и скольжение и густящая такая вот пена короче все должно быть хорошо как это будет сегодня посмотрим до следующей субботы до стрима осталось два обзора и как раз два бритья я должен уложиться чтобы показать вот эти два помазочка потом они идут на стрим что же у нас осталось до кофемиолка металлическая ребята осталось бэйс баджер и сильвертип сильвертипная наставим на закусь напосля а вот с баджера это сегодня и начнем пока они здесь оба вместе хотел бы сделать следующее замечание по набивке они совершенно не уступают друг друга плотничком все нормально все хорошо но есть одна маленькая фишка когда я здесь провожу рукой я чувствую что вот эти вот кончики волос вот видите они не обрезаны они как бы натуральны вот какие есть да имеет место быть некоторые вот здесь вот видите вот торчат особенно но это ножничками сами подровняете если у вас будут торчать и проблем никаких я здесь не вижу а вот здесь судя по всему ножницами это уже и прошлись потому что когда вот так проводишь я чувствую как знаете ну как как будто волос уже обрезан типа знаете как вот вы клинковой побрились да или сорок первой головой а у вас прошли сутки полтора и щетина полезла и не такая обычная как вот как это бывает после мягких станков или средних а как знаете как будто под цилиндр срезана и вы этот цилиндр чувствуете и зацепа вроде для руки нет и в то же самое время я понимаю что он какой-то такой знаете прям ну вот здесь он проскакивает на ура а здесь цепляет как будто вот он резанный или опаленный чем-то но ни запаха ни внешнего вида опаленности я не вижу думаю что он просто подравненный нарезанный здесь уже не не вот такой как он под конус должен быть вот здесь он такой а вот здесь он не такой вот как это скажется в бритье впоследствии посмотрим но сегодня нам компанию составит все равно вест баджер шо цитаке наружный диаметр узла 26 миллиметров значит внутри прячется 24 логотип яка все как положено металлическая плямба тут ну ребята это 166 грамм ничем не прикрытой галимой бритьевой артиллерии которая вас будет фигачить длина ручки 52 миллиметра длина узла 54 миллиметра равномерно разнесенной держать удобно это мы с вами уже знаем как будет брить узнаем совсем скоро ну а на закусь ребята у нас подарунок подарунок от Дмитрия Долбанова город Москва это будет автошив бальзам кул ментол я же говорю сегодня все ментоловое от компании Диар Кейсоп Кампани штук я вам скажу ну нифига не дешевая вот за такую маленькую баночку вам придется выложить в районе где-то 15-16 бачей ну говорят все натуральное все увлажняет тут 90 или 80 процентов активных каких-то жиров которые если не дай боже вы к лицу прикоснетесь они вам сразу там все сделают и увлажнят и умягчат и короче там будет шо пипец вот так вот они обещают на своем сайте как это будет на самом деле мы узнаем совсем скоро а вот по запаху по запаху ребят это знаете это хорошая жвачка с ментолом прям знаете ментольная свежесть такая это не какой-то ультрамарин который вышиб тебя полностью вот это не фиолетовая и не синяя это скорее всего зеленая жвачка очень вкусно очень вкусно прям на зуб хочется покласть пластиковая баночка здесь вот все как положено со всеми инструкциями ну и здесь конечно состав здесь вы не увидите но я сейчас отдельно где-нибудь его приведу интересно интересно что из этого получится и пошли уже проверим пойдем брить непростая вот эта вот штука конечно от Bluebird которую вот Эндрю прислал за что ему еще раз огромное спасибо да несомненно хватает на несколько раз но ребята к распакованному образцу вот если будете брать вот такой фигушки ребята будет ласка отнеситесь с уважением с пониманием и с сомниманием потому что если вы этого не сделаете в радиусе 5-10 сантиметров от того пакета где он будет лежать у вас все будет масли все 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 Иванова мне тут уже Иванов ты че я говорю солнышко я понял и в баночку так не в баночку а в пиалочку переклал вот там вот оно сколько лилось так вот туда все и лилось по крайней мере даже может потом вымазать но понравилось чем дальше блеск тем толще партизаны потому что в третий раз я уже наношу на себя вот это вот мыло в качестве пришейва в третий раз восторгаюсь его запахом простотой нанесения сейчас уже не от дурнины не с вот такой головой а так нормально там с чувством с толком с расстановкой вот сколько именно надо нравится 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 тем более у нас момент такой ответственный тут шоветка то все он опять же свечки Янки Кандл ребята кто не пробовал Янки Кандл дорогие дорогие ну они первые кто на такой уровень вывел ароматические свечи ну плюс ко всему это американцы американцев редко когда что бывает дешевые вы сами знаете более семейное предприятие то самое которое еще пока не свалило за границу хотя уже многие посваливали не только Дисней уже по-моему этой херней страдает джинсы давно уже переехали Лави Страус по-моему в каком в 2001-2003 свалил с Америки в Мексику Камешки Арканзасы насколько я знаю поправьте ребят по-моему в Мексику тоже много чего переехало да у них дофига чего переехало ну думаю что они сейчас жалеют наверное об этом ну что сделано то сделано так пока у нас этот штук работает ну что давайте пену делать мороз и солнце день трескучий прям вообще вот прям в натуре зима зима вот знаешь вот когда вот холодно выходишь и мороз градусов 30-35 а лучше даже 40 солнца ветра нет и ты идешь белеса круглым и березки стоят и лучики солнца преломляются в снежинках и тебе в глаз бьют вот вот так вот это пахнет прям ну полный шикардос молодцы ребята хорошо сделали помозок мы уже замочили так чуть-чуть стряхнем и пошли набирать посмотрим что у нас тут будет помозком работать удобно приятно причмок уже появился чувствую как загружается вот смотрите что у нас уже бодренько так загрузился вот на камеру конечно можно было бы еще повыеживаться поработать но вот как для себя вот типа я не снимаю ничего да я бы уже остановился вот так вот сейчас еще все это выцарапаю потом еще вот так вот сделаю наверное так вот еще пальцем соберу на тебе Васенька сюда еще капельку вот все и теперь я бы уже пошел бриться вот так вот компресс ребята это я себе делаю компресс не то чтобы ввиду какой-то необходимости я просто так привык наверное хотя полно народу которые компресс вообще не делают нифига он хотя бы блогеров посмотрите кто там еще с тряпочкой вот так прыгает как я да никто думал-плюнул хоп-хоп и вперед ура ура не ну да они за по 15 минут снимают но так что я это все к тому если вам это надо ребята делайте но те люди которым это не нужно ну ребят ну делайте без него так что тут все нужно отталкиваться от вашей кожи от вашей щетины поехали посмотрим помазок ну скажем так единственный элемент неожиданности в этом помазке это ручка а узел это тот же самый старый добрый яки работает во всех режимах удобно приятно доступно вольготно вот этот узел сейчас вот сам для меня для меня сейчас он подтверждает что хорошее сочетание цена-качество за небольшие деньги можно взять великолепный инструмент можно конечно взять еще лучше но это уже надо добавить мыло ребята шо пипец на самой коже вот здесь на морде лица я ничего не чую но губы уже по данности уже можно отрезать и не заметишь само мыло ну так ничего да вроде бы нормально пока ну давайте посмотрим не будем забегать следов давай красотка покажи чем одешь я сильно то не обольщаюсь но все-таки попробую ввиду того что это шоветка задирать здесь не надо хоть люди там и писали в комментариях что ввиду конструкции она прощает задиры угла завалы угла там как на скоблении выходишь все равно все нормально но я постараюсь этого не делать здесь есть же конечно легкое напоминание самой клинковой но нет той толстой спинки которая помогала бы ориентироваться поэтому буду делать все на глаз ну и постараюсь живым остаться до конца поехали ну и ema но и и и когда вот челюстная кость вот так натягиваете бреете вроде как по-ровному а как отпустили хоп оказывается вы уже под костью выбрели это это но я раньше видел ну прям вот так взял чтобы вот так вот мордой ткнул это андрюха левченко говорит нормально все нормально правда нормально ну ребят скажу так вот обычно в этом месте я уже начинаю делиться первыми впечатлениями первые впечатления на просто шо пипец ну да вес 22 грамма конечно конечно это не те любимые мои там пятьдесят семь сто сто двадцать сто пятьдесят нет но домовскую он возьмите но 27 грамм а у нас тышки пластиковые по 12 по 15 грамм тоже как бы ничего поэтому это пока здесь не помеха ну как бреют посмотрим посмотрим что будет дальше бреют Пока офигеть! Субтитры сделал DimaTorzok Ух, я вам скажу, прям мыло-то фигачит У меня сейчас такое ощущение, что ты с бани вышел И не весь прорубь нырнул, а просто морда лица так тынца в гроб И вот там вот, ага, вот так примерно О, я вот это чувствовал Я прям удивился, почему сразу кровь не идет Я чувствовал, как я это тыркнул Это не это, это я Мои руки кривые По первому проходу В голове одно Во-первых, это не похоже, ни разу не похоже на все мои предыдущие попытки общаться с этим инструментом Это гораздо круче Во-вторых, еще одна фраза Не может быть Посмотрим, что дальше будет Ну, сейчас А сам помазок, такое ощущение, что там внутри кусочек льда спрятали И вот ты сейчас этим ледоком по себе и вазюкаешь Ох, ван гуи, ребята, это мыло для лета Супер-пупер популярное Даже могу сказать, почему Не буду за всех говорить Скажу за себя Вот для меня это мыло летом было бы популярно, наверное, потому что Я, во-первых, терпеть ненавижу ментол с перебором Когда его навазюкают столько, что ты работаешь А у тебя глаза слезятся и щипят Ну, зачем? Мне для того, чтобы мне не шашечки, мне бриться, мыться Тьфу, блин, ехать А когда ты начинаешь и у тебя все слезится Ну, ты не видишь ничего Это неудобство А я хочу кайф этот момент ловить А мне неудобство подсовывает Понимаю, что это сугубо индивидуально Но все-таки кто-то любит так вот А я люблю среднее А это здесь вот мое среднее есть Я чувствую весь тот эффект от ментола Который вот должен быть Который автор хотел донести до конечного зрителя Но без всякого перебора То есть вот здесь у меня кулинг еще тот Здесь прям А глаза нормально Не слезятся То есть из глаз ничего не брыжет Вот, мне это нравится Не знаю ввиду чего Может быть из-за того, что Тут вот все вот такое вот кулинговое Или еще что-то Обратите внимание Может быть в мыло что-то добавили Такое там типа кровоостанавливающие Я не знаю там квасы Или еще что-то Но что-то как-то бодренько так свернулось Так, сейчас губищу беру Не то что говорить мешает А губы уже онемели Уже не шепчет нифига Ну и Второй проход Так Так Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Конечно есть нюансы во время пользования этим инструментом вам нужно явственно отдавать себе отчет что РК до середины лезет и не забывать об этом что РК до середины лезет и не забывать об этом что РК до середины лезет я упомянусь Субтитры делал DimaTorzok Ну наконец-то, нашел, то есть этой же рукой мне здесь надо, а это оттягивать, вот так вот удобно для меня Ну и все еще в поиске, кстати вытирать салфеткой тоже удобно, хорошо Субтитры делал DimaTorzok 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 Всего того, что я набрал помазок, хватило на два прохода, на втором я уже чувствовал, что там маленечко чуть-чуть это как бы не столько мыло, сколько на первый Ну сейчас посмотрим, что будет на третий Ну 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 Вполне себе Ну все Батарейки еще есть Ну давайте попробуем Батарейки еще есть Ух, морда лица то как горит, ух как гори, блин, ментола там видимо не видимо Ну 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 А Еще себе там забабашил маленько Продолжение следует... Охлаждающий буквально зашкаливает Я больше чем уверен Те люди, которые любят ментоловый эффект Вы просто обязаны взять это мыло Потому что такого ментола я еще ни разу не встречал Офигеть! Так, ну да, вот это да Здесь вот это да Праздник, добрее, добрее Так, подожди меня, красотка вот здесь И, ну да, вот это да Сам для себя в голове держу, вот каким движением добреваю вот эти остатки, это значит на том проходе я ложанул, на том проходе сделал неправильно, ну в смысле не до конца, на сто процентов. Вот сейчас получается, что вот это я сейчас убирал косяки второго прохода, значит на втором проходе я вот тут ложанул, именно там я вот таким движением проходил, а вот здесь вот волос вот так растут, давай попробуем, ну это тоже второй проход. Ну, ну вот он. Ну, хрен там, по идее надо вот так, а как я так, чтоб башку отрезал, чтоб тебя потом приклеил что-то, ну никак. Ладно, пойдет, все, автошейф, больше добревать нечего. Прежде чем на полоскалку идем, посмотрите ребят, вот оно мыло какое-то от деца остался, ну по большому счету, ну да, еще на полтора бритья бы ходил, ну в смысле на 0,5 на 0,75, 0,75 лучше чем 0,5, но на литр бы не хватило, на раз бы не хватило, то есть вот еще побриться можно было бы, то есть в экономичности по пятибалльной шкале я бы, наверное, этому мылу поставил, может быть где-то четыре с половиной, как-то вот так. Ребят, пока сидел на компрессе, в башке такой сумбур, такого результата, который я получил, не предвидел, не ожидал и даже не думал об этом, это сто процентов. Сейчас это все надо разложить в голове по полочкам, осознать и постараться хотя бы процентов 50 эпитетов убрать, ну и уже и после этого что-то сказать. Но все равно просится, просится хотя бы то же самое мыло, потому что, ну блин, я реально в шоке от того, как оно холодит, взвешено, нормально холодит, то есть без переборов там, без какого-то подобострасти, знаете, а просто нормально, пришло и холодит, столько, сколько надо. Вот если вот сейчас вот не убирать, допустим, эти, то я бы сказал, это самое лучшее кулинговое мыло, которое я пробовал, но если так взвешено, можно сказать, одно из самых лучших кулинговых мыл, которые я пробовал. Ну а с третьей стороны, если бы кто-то сказал, ну так пришел бы, сказал, ладно, Иванов, ладно, хорошо, ты говоришь, одно из, а назови еще что-нибудь, которое вот так же вот было, вот тут бы я и припух, потому что мне сказать-то нечего. Те кулинговые, которые были на канале, а их было немало, ну одни были вырви глаз, другие, ну так, знаете, легонько проходили, были и такие, которые в меру холодили, но у них не было того, что есть у ТДСовского, у них запах моей зимы, той самой, моей, которую я люблю. Ну вот тут, блин, прям тютелька в тютелька, как сексу лилипутов, прям вот в десяточку. Ой, хорошо, хорошо. Казалось бы, ну просто обычная мята, но почему мне снег, треск, береза, не знаю, ребят, не знаю. Ну вот именно, знаете, вот такой хороший морозец пахнет, вот так вот оно мне, вот прям. Ну а что касается бритвенных, скользит нормально, пенообразование, ну делал бы в чаши, но я думаю, еще бы лучше пену сделал. Была, конечно, мысля, прототип фирменный от канала показать, Дмитрий Олеференко накануне привез, ну это, наверное, давайте уже на следующее бритье отложим. Хочу вам показать прототип той чаши, которая будет. Ну вот, может быть, там бы еще что-то еще лучше сбил. Но того, что я получил просто на помазке и на лице, мне хватило полностью на три прохода, на добривке, да еще и на полбритье осталось. Вот, то есть, скольжение нормально, подсыхание. В одном месте я обратил на это внимание, когда вот уже на третьем проходе, вот здесь вот подбородок шкрябал. И вот что-то мне там показалось такое, что вот там вроде что-то там было. Ну, ребят, ну если это сравнивать с теми предыдущими, которые были, вот как там сохло, так этому и не снилось. Там то, что сохнет, мне это даже было по кайфу, потому что я мог за кожу нормально браться, а здесь браться за кожу не ограничивал. Ну, как обыкновенное. По скольжению, вероятно, какое-то есть. Какое-то есть, потому что, ну, я не мог совсем, знаете, адекватно так взяться за кожу. Рука все равно скользила, проскальзывала. Но вот, если бы мне кто-то спросил, а какое здесь подскольжение, я бы, знаете, даже в дебери бы не полискал бы. Нормально. Ну, то есть вот я побрился шикарно. Ну, какое мне дело до этого подскольжения. Ну, да, ну не посмотрел я его, забыл. Ну, мой косяк. Но, ребят, ну побрился-то я нормально. Каким бы оно здесь не было, оно мне позволяет побриться нормально. И чем? Шаветам, которых я всегда боялся, ссал и бегал от них, потому что они для меня были злые сучки. А я побрился. Так что вот с этим мылом все в порядке. От меня лично, ТДС, респект, спасибо и уважение. Питак твердый. Ну и 3 балла за запах, ребята. Фух, я не знаю, как вы запах моей зимы умудрились сюда запихать в это мыло. Ну, блин, кошерно, кошерно. Хорошая штука. И отдельный плюс я бы поставил за цену. На мой взгляд, она более чем уместна для мирового рынка. А для нас золотая середина. То есть 400 рублей за 150 грамм. Вы о чем, парни? В баксы переведите. Сколько там? 6-6,5. Это вообще ни о чем. Те мыло, которые были до того как на обзоре, за 150 грамм было там, ну, 10, ну, 15 баксов. В 2,5 раза дороже. А это в 2,5 раза дешевле, если что, на секундочку. И при таком качестве. Так что вот за цену ТДС отдельный. Плюс жирный в карму. Прям вот такой. Да, я думаю, не только от меня одного. Потому что есть еще люди, которые любят это мыло. И за такую цену. А что нет-то? Вполне себе. Вполне себе. Питак. Зачет однозначно. Так. Блин, заболтался. Даже вон про бальзам-то забыл. Ну, давайте его нанесем. Ой. Димычу огромное спасибо. Он такими плюшками канал балует. Там прям все интересности всякие. Непростые такие присылает. Дим, огромное тебе спасибо. Извини, что долго не показывал. Ну, ты сам видел, что было, да? Сейчас, ну, что начнем, вот, Сараполь потихонечку. Вот некое созвучие здесь есть вот с этой штукой. Но здесь все-таки ментола больше. Ну, в смысле, знаете, не в концентрации, а в запахе. В запахе самого ментола больше. Вот здесь вот нашу зиму примешали. А здесь просто хороший ментол. Вот, скажем так, ментос, ментол. Что-то вот такое. Давить не рекомендую. Рекомендую. Чуть-чуть, разве что придавив. Вот так маленько. Так, это я уже практически на сухую. А что, если вот так вот чуть-чуть смочить? Нет, водороли играть не будет. Ну, может быть, там процентов 10-15, что-то там разбулыжите. Не будет той фигни, знаете, как вот на влажную кожу наносишь, и она легче расходится. Здесь все-таки жировые дела такие, да, я вам скажу, чувствуются. Здесь у меня другое опасение. Не расходится хай с ним. Как оно впитываться будет. Или я с такой вот жирной мордой лица и буду ходить до вечера. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока, вот если оно, допустим, высохнет, все будет нормально, и кожа будет такая, вот это бы я использовал только ввиду уходовых, которые оно может дать. Потому что при нанесении никакого-то особенного запаха, никакого особенного, какого-то особенного удовольствия я пока не получил. Посмотрим, посмотрим, как высохнет. Запах ментоловый. На излете, когда вы здесь ментол от себя вытрите, в руке появляется некая какая-то еще субстанция. Не отталкивает и не манит. Просто констатирует, я здесь. Вот, я тоже есть. Ну, ладно, что, проходи, раз ты есть. К бритью никакого отношения не имею. Не пойму, это природный или синтетический запах какой-то. Пока не разобрался. Ну, есть и есть. Ладно, посмотрим. Сейчас будем ждать, как высохнет. Помазок. Ребят, могу просто рекомендовать. Без всяких дифирамбов, без всего того. Потому что вот этот помазок, все эти люди, которые уже брали яки, которые будут брать яки, он вас не удивит. Не удивит чем-то новым. Он просто будет для вас еще одним доказательством того, что яки не упали в качестве. Это тот самый старый добрый узел, который мы все уже знаем. То есть, это где-то намочили, где-то причмок, вот такой внутри вакуум создает. Он в раскоряку, в плашмя кисточкой. Да он работает по-всякому. Внутри тот вакуум, который он создает на поверхности вашей кожи, помогает вам не только равномерно распределять пену, но еще и как-то массажировать, что-то делать. Каких-то, знаете, нареканий. Возможно, я просто привык. Возможно, у меня просто глаз замылился. Но я здесь не нахожу изъянов. Я здесь вижу просто простой функционал, простую работу. То, что должен делать помазок. Он делает все. А каких-то таких... Ну вот нет, нет. Это просто рабочий инструмент. Вот. Все, что здесь есть, вот это ручка. Вот ручка здесь новая. То есть, старый добрый узел яки упаковали в новую ручку. Вот так вот он выглядит. Если кто-то хочет незадорого хороший барсук, вот, вот, пожалуйста, что нет, вполне себе, вполне себе. Якам спасибо за то, что они сидят на помпе ровно, то, что булками шевелят, что-то там думают, то, что там что-то выдумывают. И вот, смотрите, вот я со своей колокольни, да, буду рекомендовать им этот помазок к этому, к производству. Если за предыдущий, который синтетикой, я там руками-ногами, я там прям по столу стучал туфлей. Блин, делайте, делайте, хит будет 100%. Вот настолько мне вот этот помазок торкнул, так понравился. То это просто скажу, так спокойно делайте. Хорошая штука. Вот, вот такие вот дела. Ну и, конечно, в следующую субботу кто-то его заберет, попробует и свое мнение сможет сказать. Шарет, шарет. Здесь я бы хотел все это дело разложить на две части. Первая. Это лезвие КАИ. Ребята, тема. Реальная тема. У кого есть возможность взять эти лезвия, или мимо проходить будет, или кому-то там вот так вот, берите, берите. Хорошие лезвия. Просто офигенные. Я не злоупотреблял ими в ТЭШках, не могу сказать, как они будут вот в танках, к примеру. Ну, блин, в ШАВете реально кайфанул. Вот так вот прям. Вы понимаете, я вот этой вот ШАВеткой шел, и вот зашмурь глаза, у меня первая мысль была бы, а чего опаска такая легкая? Вот так. Тут самый большой напряг, наверное, был в работе с этим инструментом. Если кто не заметил, это бы так плавно и нежно от лезвия и переходим уже к самому ШАВету. Это, ну, не вполне себе достаточная длина РК. Иногда чувствовал, что ты попался, что ты забыл, что ты работаешь как бы общей длиной РК, а на самом деле она у тебя тут две трети, а не полностью три трети. Ну, и так поправляешь сам себя, то есть вместе где-то пену собрал, там раз уже переходишь и РК работаешь. Да, есть некоторые неудобства. Как то? Элемент вставления. Ну, вставления. Втыкивание, вставления лезвия. Наверное, вот так будет правильно. Ну, мы с вами только что видели, что это не так уж и сложно. В принципе, помараковать, там покрутить, повертеть, придумать можно. Вставили. Вытащить. Тоже особой проблемы нет. Взял металлом, прижал, джик, и все вылетело. Но, здесь есть носочек, а пяточки-то йог. От слова нету. Потому что, если вы клинковой работаете, у вас есть все-таки такая возможность. Там, где вы должны работать носочком, а там, где вы уходите вот на эту, а руку меняют, да? Ну, вы же не носочком уже сюда идете. Вы пяточкой, вот эта вот часть, вы пяточкой, пяточкой проходите. И лишь потом, в конце, когда вы уже на носок переходите. Здесь у вас не будет такого. возможности. Вот это некое ограничение. Да, несколько неудобное. Но, к которому чертовски можно привыкнуть быстро. Почему? Ребята, потому что это великолепный инструмент. За три, мать его, бакса. У нас в России, вы легко его найдете за 500 рублей. Сам нашел. Он у ежика спросить, если мне не верить. Вот это? Покупая вот такую вот шаветку, все, что вам нужно, это просто озаботиться там, пятью, семью, десятью лезьями, дабы выбрать, которое на вашу морду, лицо, просто, не морду лица, просто лицо, ляжет, и все. слава богу, я вовремя остановился, не взял физер, потому что, началом с КАИ, я больше, чем доволен. Я просто, реально, ну вот, я кайфанул. Потому что, в самых ответственных местах, вот здесь, когда я уже сам себя проверял, я думаю, блин, сейчас завязнет, с разгона придется, там запутается, станет, отвали не буду. Я не заметил, как там прошло, вот с этим лезвием. Я спокойненько, мне даже головой, ну, я, может быть, в двух местах головой провел, на фиксированном лезвии, вместо того, чтобы, ну, как, 3-4, когда я на клинковый шел. Здесь, против шерсти, я собрал все. И клинок, в данном случае, шаветка, седов, пошла легко. Добавьте еще неоспоримое преимущество в цене этого инструмента, его универсальность. Потому что, какое вы лезвие сюда поставите, такая клинковая у вас и будет. Поставите длинное от фитера профессионал, вот такая у вас клинковая будет. Поставите короткое, допустим, обычное лезвие от рапиры, вот такая у вас клинковая будет. Сколько есть в вашем арсенале лезвий, столько клинковых опасных бритв и будет в вашем арсенале. Хотите обычное, хотите длинное, да какое хотите, вот такое сюда и ставьте. И это все за 3 бакса Хорошо это или плохо? Ребята, это вот Я бы сейчас вот с удовольствием сказал Это самый лучший шавет, которым я брился Но я так не скажу Потому что все предыдущие шаветы, которые я пробовал Которые мне доставили такой себе опыт Они же были в руках не того человека, который сейчас А в руках того человека, который был тогда То есть краб еще клешни не распрямил И я вот так и брился И соответственно я сам себе делал бобо И конечно плевался, матерился от этого Сейчас-то несколько по-другому Вот сейчас с высоты этого опыта Попробую я те все шаветы А вот кстати, можно и довод даже поставить От опасной бритвы РФ, что вот давали ребята Что бы я сейчас сказал Я бы больше чем уверен, что я сейчас совсем другое бы сказал И о физереклаб, который ушел у Владимира Степанцова И который судя по всему его забросил нахуй И сейчас бреется опять тэшками или чем он там Кассетниками, кассетниками он бреется Я бы вполне себе может быть и к нему по-другому сейчас отнесся То есть вот это однозначное изделие, которое стоит вашего внимания И сейчас вот с высоты вот этого бритья Этого опыта, я бы пожалуй подтвердил бы ту теорию Которую я в первый раз услышал на сайте бритва.ру от Олега Морфеуса Олега Бритва Что если ты хочешь на клинковую, заришься за нее Хочешь ты ее, желаешь Возьми, попробуй Это не 2, 3, 4, 5, 10 тысяч Это всего лишь 3 бакса Вот с этим попробуй, с этим научись А потом уже ходи и выбирай себе клинковую Вот, вот, зуб даю Реально, ребята, тема реально работает Ну блин, Паш Огромное тебе спасибо, огромное Казалось бы мелочь такая Только на удовольствие, столько радости, столько фана может подарить Ну прям реально по кайфу Кто говорил, что а, клинок, там ремень, камни, тынь-тынь-тынь О, о, ни ремня, ни камней, ни хрена, вообще ничего не надо Иди вон себе там 5, 10, 20, 100, 500 лезвий возьми и брейся Даже если у тебя раритетные дома есть, они тоже сюда подойдут И тоже ими можно побриться А однозначно, Павел Нестеров Респект тебе, его жуха Вот прям медаль тебе во все пузо За вот такое вот чудесное изделие Прям по кайфу Впечатлен, впечатлен На этом ребята, наверное, о чем, обо всем поговорили, да? А, кстати, бальзам практически высох Некоторая жирность на лице, да, есть Но она не такая противная, липкая А такая, ну просто я чувствую Вот еще 5 минут и кожа будет нормальной Вот это я чувствую Насколько успокоило, не успокоило Вот сами смотрите Вот эти вот пятна, которые Вы, конечно, на них смотрите Конечно, ого, там пятна Я их вообще не чувствую совершенно Не знаю почему Может быть это из-за ментоловых составляющих в сегодняшнем бритье Но вот побрился более чем У меня сейчас вот во все стороны Вот так вот Ну только нос мешает А все остальное великолепно Чего и вам желаю Доброе счастья, радости Берегите себя, берегите своих близких Дай вам Бог здоровья Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо Ну и до следующего бритья Ака-пока С вами был я, Вадим Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok